Началось заседание правительства с того, что исполняющий обязанности министра финансов Александр Грищенков сообщил хорошую новость. Доходы республиканской казны увеличены на 3,5 миллиарда рублей. 2 миллиарда дали федералы. Фонд реформирования ЖКХ выделил еще 800 миллионов на расселение аварийного жилья. Более 100 миллионов предоставил бюджет Москвы на устройство игровых площадок в Петрозаводске. В Рио главы Карелии Артур Парфенчиков сообщил участникам заседания, что к осени могут появиться дополнительные возможности для корректировки бюджета. Еще один важный вопрос повестки – итоги субботника. Руководитель региона остался недоволен уборкой Петрозаводска. Сам прошел по городу. На вокзале грязь и окурки. И вдоль железной дороги замечены свалки. Едем с аэропорта, справа свалка. Сейчас люди полетели, и полетит еще больше туристов. Ну это что за ворота города, аэропорт? Еще раз повторюсь, это крик души, что называется. Но приходилось звонить руководителям федеральных учреждений, наших уважаемых банков, и говорить, слушайте, ну вы хотя бы у себя на крыльце уберите это, сказать, мусор. В Рио главы Карелии поручил пересмотреть региональные правила и нормы благоустройства, которые установили бы ответственность должностных лиц. Кроме того, было предложено провести масштабный субботник в сентябре. Также на заседании подвели итоги дня единого приема граждан, который прошел 22 апреля. Выяснилось, что чиновники и обращающиеся к ним граждане говорят на разных языках. Анализ этих обращений выявил еще одну проблему. Это проблема всех абсолютно органов власти. Пишем длинные, сухие, малопонятные ответы гражданам. Они не понимают, что мы им говорим. Это язык профессиональный, и, наверное, это хорошо с точки зрения подготовки наших внутренних документов, но для ответа гражданам, конечно, никуда не годится. Решено к следующему дню единого приема подготовить для чиновников методичку, как на русском языке писать понятные ответы на обращения граждан. Также на заседании министр строительства ЖКХ и энергетики Дмитрий Матвиец сообщил, что отопительный сезон в Карелии прошел организованно. Все нарушения в системе обеспечения носили локальный характер и устранялись в положенные сроки. Субтитры создавал DimaTorzok